Плагиат это очень интересное слово, волшебное в некотором смысле, оно волшебное потому, что 95% людей, которые его употребляют, особо не понимают, что оно означает на самом деле И в общем-то все их внутренние определения сводятся к тому, что если одна вещь похожа в чем-то, неважно в чем и неважно насколько на другую вещь, то это плагиат Потому что любая идея, как известно, имеет право существовать ровно один раз, только в одной вариации, а все остальные вариации, ну это просто откровенно спертая с нее, да? На самом же деле вопрос плагиата настолько сложный, что человечеству пришлось специально изобрести целую отрасль для того, чтобы над ним работать Она называется патенты Потому что любая интеллектуальная собственность так или иначе начинается с идеи, идея это вот ее первородное состояние К сожалению, из-за того, чем идея является как концепт по своему определению, невозможно доказать ее причастность к тому или иному человеку чисто физически, да? Нельзя доказать, что вот именно этот человек придумал эту идею первым, в отличии от вот того другого человека Если, конечно, первый человек не оформил патент на свою идею и таким образом уже физически, материально эту принадлежность доказал Однако патент это всего лишь юридический термин В реальном мире патент как явление может проявляться в самых разных формах Например, в уже готовой работе, которую кто-то скопирует потом И иногда это копирование происходит в довольно крупных таких масштабах Иногда этим копированием занимаются либо лично сами, либо его покрывают материально крупные корпорации Как, например, сегодня На своих экранах вы можете видеть перезалив музыкального видео PS4, которое предоставляло будущий лайнап их игр Так сказать, пафосно его демонстрировало Почему этот перезалив? Потому что на основном канале в этого видео найти уже не сможете Оно было оттуда снесено И по довольно хорошей причине, как мы скоро узнаем И, конечно, то, что мы сейчас видим на экране довольно-таки впечатляюще выглядит, надо сказать Очень красочная картина с очень сложной композицией кадра Где множество объектов, которые не особо даже сильно контрастируют друг с другом Двигаются абсолютно хаотично, без каких-то привычных для нас правил физики, гравитации и логики, в принципе, тоже То есть традиционное такое музыкальное видео, которое в перерывах между своими отрезками Демонстрируют еще какие-то игры, которые нам сейчас в рамках конкретной этой дискуссии особо интересны не будут Задача анимаций состоит в том, чтобы привлечь ваше внимание просто к самому видео Это то, зачем многих известных режиссеров, такие крупные корпорации, нанимают по контракту, да? Не по договору, а именно по контракту Им не интересно долгосрочное сотрудничество, это чисто единичный проект Они смотрят на портфолио этого режиссера, смотрят на то, какие работы он делает, то ли это что им нужно В общем, стандартный наем дизайнера, да? Ничего необычного здесь нет Главное, что нам нужно из этого видео уяснить, это то, что анимация выглядит довольно стильно, классно, впечатляюще, опять же Очень сложная по своей композиции И, казалось бы, ничего плохого тут сказать нельзя Директор, режиссер, точнее, сделал свою работу очень хорошо, даже, наверное, на отлично Вопрос в другом Сделал ли работу он сам? По наводке знающих комрадов, французский анимационный ресурс Кацука Опубликовал небольшой материал, в котором провел некоторую параллель между работами многих независимых маленьких аниматоров И работой канадско-азиатского режиссера по имени Кевин Бао Которую он сделал для крупного бренда, мирового бренда, да, PS4, PlayStation, все знают, что это такое У которого есть репутация, которую нужно поддерживать, да, очевидно Параллели эти оказались, мягко говоря, подозрительными Потому что если покраска и формы тел у персонажей, которые в этом музыкальном видео присутствуют Еще можно назвать оригинальными, да, определенно Они были нарисованы по-новому Раскадровку, их движение и композицию кадра назвать оригинальными не получается На своих экранах вы можете видеть то, как Кевин Бао берет материал из фильма «Повселенной Стивена» «Последнего мира Олега Костина» И многих других работ малоизвестных аниматоров Хотя, наверное, сложно назвать полнометражку по вселенной Стивена малоизвестной Это особенный такой смешной момент, да, потому что, ну ладно, вот эти вот как бы мелкие люди Которые там на свою аудиторию из иногда десяти, иногда сотни, иногда тысячи человек делают Ну по-разному, да, самые разные аудитории бывают Но у вселенной Стивена-то, переть, сука, ну ты же не ожидал, что реально никто этого не заметит Это довольно большой такой профильный проект, я имею в виду Причем вопрос касается даже не только кадров, которые сложно по композиции, которые сложно придумать самому И, соответственно, переть у кого-то другого, ну это будет по-любому прочь Это касается даже чего-то такого простого, как анимация кошки, которая мяукает, пока на заднем плане происходит что-то Ну окей, тут надо сказать, что само движение только сперт, задник, который там происходит, он не сперт Это хорошо определенно, 50% плагиата это всего лишь 50%, это же не 100, да, можно понять и простить Также поступила информация в Кацука о том, что Кевин Бау уже прибегал к плагиату в прошлом Однако этот твит оказался удален, и что же в нем такого подозрительного находилось, мы теперь узнать не можем Однако, надо понимать, что оригинальный твит от Кацука был опубликован 4 декабря Что, в общем-то, не так давно от сегодняшнего 7 декабря Поэтому можно предположить, что вот этому твитящему некто, пользователь Кристин Даффи Возможно, ему пришла просьба от какого-то, возможно, заинтересованного бренда Заинтересованного в том, чтобы сохранить свою репутацию О том, чтобы этот твит удалить и не распространять информацию неугодную ему, не подливать масла в огонь Но это не подтверждено, поэтому мы правды не знаем Если вы сейчас попробуете найти какую-то информацию по Кевину Бау, его портфолио, например То у вас возникнут определенные сложности Потому что вся информация о нем с его социальных сетей и с сетей компаний, с которыми он работал Была оперативно удалена Возможно, они почуяли, что да, действительно, здесь есть некоторый кейс против него А, соответственно, против них по экстельсии, да Потому что они все-таки давали ему деньги за то, чтобы заниматься такими непотребными вещами Вот, пожалуйста, его страница на официальном сайте PlayStation удалена Его страница в Инстаграме удалена И, что самое главное, его страница с сайта Connection удалена Connection — это ресурс, который помогает аниматорам, художникам сотрудничать с крупными брендами, так сказать, да То есть агрегатор такой своеобразный Рабочий агрегатор, но просто немножко такой узконаправленный Страница Кевина Бауа оттуда удалена Кем именно? Самим ресурсом или им? Учитывая то, что его Инстаграм тоже удален Ну, тут сложно сказать Возможно, Connection, как и другие бренды, не хочет связывать себя с художником У которого есть уже доказанные и, причем, громкие случаи плагиата Можно ли его в этом винить? Я думаю, что нет Я думаю, что никого из них в этом винить нельзя В конце концов, для многих из них это наверняка стало еще большим шоком, чем для нас Людей, которые до сегодняшнего дня не знали его имени Настолько большим шоком, что они даже не смогли договориться между своими подразделениями Какой именно ответ стоит дать общественности Конкретно Illin Animation, это японская компания, с которой Кевин Бау активно сотрудничал в прошлом По крайней мере, мы думаем, что в прошлом Выпустила сразу два заявления Одно 4 декабря, другое 5 декабря, в котором немножко не сошлась информация 4 декабря в их общем интернациональном твиттере было опубликовано заявление Которая сказала, что они прекращают работу с Кевином Бау прямо сейчас Полностью вообще ничего общего с ним иметь не хотят В принципе, да, можно их понять Но в то же время 5 декабря вышло немножко другое заявление от их японского аккаунта С переводом, который они сами предоставили В котором говорится, что Кевин Бау не работал с ними уже с самого 2017 года Что довольно далеко от 2019 года Почему именно тогда его портфолио и его работы все еще присутствовали на их сайте После того, как он прекратил с ними работу Это не уточняется Возможно, что он с ними работал по контракту эксклюзивности То есть все свои работы он передавал в их безвозмездное пользование Ну как безвозмездное? Они ему за это заплатили, очевидно, да? Но просто они полные права получали на то, чтобы эти работы использовать Кто бы мог подумать, что это не совсем его работа Наблюдаясь, как человек сам гробит свою карьеру Это, конечно, всегда весело Особенно, когда это касается кого-то, до кого нам дела нет И, в общем-то, до Кевина Бау никому дела не будет Особенно этим крупным корпорациям Репутация которых от его действий определенно пострадала Вообще, в этой ситуации, конечно, не выигрывает никто Как и в любой ситуации с плагиатом То есть Кевин Бау, понятно, не особо не выигрывает Теперь, когда его карьера абсолютно и полностью закончена И, ну, возможно, скоро мы увидим его в каком-нибудь японском Макдональдсе Или канадском Макдональдсе Откуда он там работает, я не знаю Репутация Sony немножко запятнана тем, что они связались с человеком, который известен своими нечестивыми деяниями Определенно, они сейчас выпустят заявление о том, что мы об этом ничего не знали Мы приносим извинения всем аниматорам Нам очень, нам очень грустно, что так получилось Мы, конечно же, больше никогда так делать не будем Но и все равно придется это делать Ресурсам, которые хостили его работы, тоже ничего хорошего от этого не сулит Потому что, ну, вы хостили у себя работы известного плагиатра Что вы можете про себя сказать? Connections Network.work или как он там называется Тем более, они выигрывают аниматоры, у которых сперли работы Потому что, давайте будем честными, им никто за них не заплатит И никто не даст им работу из-за того, что кто-то другой их работ спер И, скорее всего, у них даже аудитория от этого не прибавится Потому что, ну, кому из-за этого дела Ситуация грустная, конечно, но мне больше весело от самого факта того Что у нас есть видео, сделанное вроде как профессиональным режиссером Который уже давно этим занимается, да, у него репутация прям есть Которого наняла крупная корпорация И он настолько уверен в своей неуязвимости, что он прет буквально из-за вселенной Стивена Из полнометражки вселенной Стивена Понимаете, да? Что не говори про Кевина Бау, но шары у него наверняка очень большие и очень волосатые Я думаю, что он, когда Doom запускает, играет в него с IDDQD Но только он нифига не вводит код в консоль Оно просто само по себе образуется вот так вот Просто включается, потому что Кевин Бау запустил Какой индустрии он будет применять эти шары теперь неизвестно, но точно не в анимации Такая вот история А если вам нравится слушать, как я говорю, на видеоигровые или не видеоигровые темы В течение энного количества времени То в таком случае, может быть, вы захотите подписаться на этот канал И на мой основной канал, где я делаю контент, в который даже вкладываю какие-то усилия Вы также можете поставить лайк или дизлайк этому видео Вы можете ставить комментарий или несколько комментариев к этому видео И на твиттер мы подписаться И спасибо вам, что вы тратите мне время, мои дорогие ублюдки Идите сюда Субтитры сделал DimaTorzok